Я здесь был уже несколько раз, но это были частные мероприятия. И мне тоже очень интересно быть в тех городах, где я никогда не был. И с сольными концертами, потому что это огромная радость. Попадать не только в большие миллионные города, а вот такие вот. Сегодня, вчера Уфа, сегодня Стрелитамак, послезавтра Белорецк. Вообще города такие Белорецк, первый раз слышу. Но Стрелитамак, я уверен, что будет очень теплый, хороший, красивый концерт. Зал, я считаю, что очень достойный по звукам. Сегодня, когда был саундчек, понимаем, что должно пройти все на высоком уровне. Будут несколько новых песен, совершенно новых песен, которые недавно были написаны для меня. И это уже давно полюбившиеся публики песни, которые я пою уже на протяжении пяти лет после проекта «Голос». И я собрал такие, можно сказать, тоже, пожалуй, одни из самых любимых. И будут веселые, залихватские, будут романсы, будут и грустные романсы, также будут веселые романсы. И мне будет очень приятно, если сегодня публика тоже будет петь несколько песен со мной, потому что дорога длинная, от зари до зари, мне кажется, знают все. Конечно, кардинально изменилось и во многих вещах. И, во-первых, я закончил ГИТИС, я стал уже не студентом, а артистом. Потом «Голос» изменил мою жизнь именно как узнаваемость, такую обширную известность. И после проекта «Голос» я уже дважды папа. У меня росы две потрясающие дочурки. Одна уже занимается профессиональной художественной гимнастикой, ну, а вторая только начинает ходить. Ну, как я и был метр восемьдесят шесть, так я и остался. А вот что касается профессионального роста, действительно вырос. И слушая старые записи на сегодняшний день, я могу судить те слова, которые говорят обо мне. Александр Борисович Градский, которое говорил у Василия Давыдович Кобзон, что браво, коллега, и всегда говорит, что рост он виден. И он был заметен, первый сольный концерт у меня был 11 февраля 2016 года в Кремле. И сейчас был 18 апреля в этом году. И я смотрю даже записи, песни, и вижу, что действительно уже другое понимание музыки, звукоизвлечения и вообще, конечно, поведение на сцене. Когда первые концерты были, это было вот так, а сейчас это. Тоже есть определенное волнение, но здесь уже совершенно другая подача. Живу без ласки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова